Дорогие друзья, данное видео короткое хочу посвятить такой теме, как манометры высокого давления. С чем я столкнулся, покупая эти манометры? Я задался целью поставить маленькие манометры на баллоны, для того, чтобы хоть понимать, какое остаточное давление осталось в баллонах. Для начала я купил обычный, самый распространенный манометр высокого давления, самый применяемый везде. Вот такой вот, все наверняка его знают, да, написано до 400 атмосфер, мегапаскалей. Но, к сожалению, я его установил на маленький 4,7 литра баллон. Вот, но, к сожалению, он простоял буквально месяц, и на вот таком остаточном давлении он и умер. Вот, вы можете видеть, что манометр скручен, остаточное давление, стрелка так и не опустилась. То есть, осталось показывать остаточное давление. Вот, после этого, думаю, куплю другого производителя манометр. Купил вот такой вот фирмы. Вроде бы, типа, считается более лучшее качество, но, к сожалению, я точно так же задул баллон до 300 атмосфер. Но, после выезда хотел заправить винт, а оказалось, что баллон пустой. И на манометре осталось вот, остаточное давление 100 атмосфер. То есть, и этот манометр, он даже еще в пленочке не выдержал такой нагрузки. Вот. Я долго думал, какую альтернативу применить маленьким этим манометрам. К сравнению, эти два манометра, цена их в среднем, примерно, где-то, около такой цены. Можно в интернете их купить. Вот там где-то этот, если 7, этот где-то, может быть, 9. Ну, плюс-минус, где-то так. На Алиэкспрессе я нашел манометр вот такой вот. И установил его на баллон. Вот он уже работает у меня несколько месяцев. По крайней мере, держит давление. Показывает погрешность с Виковским манометром, примерно, где-то, может быть, где-то 10-15 атмосфер, может быть, примерно. Вот. Но, по крайней мере, этот манометр стоит и работает. В сравнению с предыдущими манометрами, этот стоит на Алиэкспрессе около 19 долларов. Вот у этого поставщика я заказывал манометр. Цена его 18.92 доллара. Обратите внимание, резьбу я выбирал М10. Именно вот на баллон. То есть, это тот манометр, который действительно работает. Вот. Хочу тоже заказать такой же, аналогичный, поставить на второй баллон. Кто-то скажет, что не рекомендуется устанавливать на баллон манометр вместо клапана. Но, хочу сказать, что манометр, точно так же, как и клапан, если вдруг будет перекачано давление, естественно, сработает аналогично. В клапане стоит там предохранительным пластина. Вот, в большинстве случаев медная, тонкая такая мембрана, которая в случае перекачки давления или расширения баллона, она прорывается и, соответственно, выпускает воздух. Аналогичная система, то есть, будет произведена и в манометре, если вдруг такое произойдет. Вот. Поэтому, скажем так, вот манометр уже, этот стоит уже несколько месяцев у меня, пользуюсь нормально все. Хочу на втором баллоне точно так же поставить. Так что, если кто-то хочет точно так же поставить себе на баллон манометр, чтобы понимать, какое остаточное давление у него осталось в баллоне. Вот. Чтоб не получилось так, что вы выйдете куда-то за город, а в вашем баллоне очень маленькое давление. То рекомендую тогда поискать вот более-менее путевый манометр, который действительно стоит, держит. Это не реклама, это я просто делюсь о своим опытом. Потому что я рушу два манометра, я уже ставил и в итоге на одном обшелся. Я выехал за город, а баллон пустой. Поэтому смотрите, делайте выводы. Дорогие друзья, спасибо за то, что были со мной, смотрели видео. Всем удачи, счастливо, всего хорошего.